Эти коллективы и солисты Слобожанам хорошо известны. Творческую молодежь города можно увидеть на сценах всех местных праздников. Но нынешний концерт для ребят особый. Они не только артисты, но и виновники торжества. Как на ваш взгляд, кто такая молодежь? От скольки до скольки лет? От 14 до 20. А вот чем молодежь занимается? Расскажите. Танцует. Поет. Играет с малышами. Как-то занимается. Концерт был организован хорошо. Был организован потому что молодежным правительством и советом старшеклассников. Безусловно, это не могло пройти плохо. Потому что молодежное правительство – это круто. Молодежь непосредственно – это все мы. Наше поколение, которое продвигает, как-то улучшает жизнь вокруг себя – это те люди, которые сейчас движут нашу жизнь и не ждут того, когда будет мир крутиться вокруг них. А они начинают сами крутить мир вокруг себя. Я люблю смотреть на девчонок. И они хорошо танцуют. Нам понравилось танцевать. Сцена удобная. На шпагат было сесть легко. Кто такая молодежь, как считаете? Это тот, кто тусит, ходит на дискотеки. Кто еще не вырос. Почему так хорошо, так приятно быть молодыми? Потому что много друзей. Можно очень часто ходить гулять и просто зажигать. Везде развлекаться очень – это интересно. Мы с ней практически лучшие подруги. Мы желаем счастья вам. И оно должно быть таким. Когда ты счастлива. Счастье поделись, трудись. Молодежь – это тот, кто молодой. Тот, кто спортивный. Спортивный. Спортивный, который занимается всем, чем ему нравится, не работает, берет от жизни все по максимуму. Что пожелаете нашей слободской молодежи? Всего самого лучшего, чтобы были более спортивными. Чтобы все были. Оставаться, не знаю, позитивными, креативными. Всего самого хорошего, чтобы они всегда были яркими, креативными. Чтобы всегда у нас в городе были такие праздники. Для воинственных и патриотически настроенных граждан работала своя площадка. На ней проходил слет военно-патриотических клубов. Курсанты знакомили пришедших с образцами отечественного оружия. Популяризировали службу в армии. Я начал ходить этой зимой. Уже серьезно начал заниматься. Как бы понравилось, заинтересовало. Интересные люди. А для чего занятия тебе? Для поддержания духа, для проверки себя, для поддержания здоровья. Это в первую очередь. Чтобы сила была. Мы же парни. Нужна сила нам, чтобы защищать своих девушек. Служба родине – прерогатива не только мужчин. Девушек военной науки тоже интересует. Сборка-разборка автомата за считанные секунды. Для воспитанницы военно-спортивного клуба «Этап» Валерии Волосковой – дело техники. Иногда появляется такое чувство, что я хочу, допустим, в армии побывать, ощутить, что это такое. Позаниматься для собственного саморазвития. Просто для себя хотя бы. Здесь у нас выставка. Показаны пулеметы, калашников, гранаты. Ф-1, граната. Разрыв 150 метров. Это граната, разрыв 25 метров. Это далеко не все, что умеют на практике слободские курсанты. Ребята приняли участие в показательных выступлениях по самообороне и рукопашному бою. Боевое братство на годы и дни. И о тех, кому с нами нет. В сердце память ты навсегда сохрани. Пусть листвол зеленых березы шумят под высокой небесною синью. Прославляя десантное братство солдат. Боевое братство России. Какой день молодежи без чествования лучших. Награды и аплодисменты победителям региональных и всероссийских олимпиад. Лауреатам конкурсов и фестивалей. Спортсменам, отличившимся в сдаче норм ГТО, волонтерам. Молодость удивительный этап в жизни каждого человека. Время, когда кажется, что все еще впереди, все по плечу. И поэтому обращаясь сегодня к юным слабожанам, я желаю вам, чтобы вы сохранили это удивительное чувство на всю жизнь. Потому что молодость это еще и не возраст, это состояние души. Я хочу, чтобы вы всегда верили в свои силы, всегда считали, что вам все по плечу. У нашего города талантливая молодежь. Несмотря на свой молодой возраст, Екатерина Салтанова успела отличиться во многих добрых делах. Она волонтер, так что сложа руки, сидеть не приходится. Даже на собственном профессиональном празднике. На уровне области, это, например, форумы. Я ездила на два, на три молодежных форума. Была задействована во многих мероприятиях. Я очень сильно уставала. Это многочисленные акции. Продолжаю оставаться в Совете старшеклассников. Затем, после окончания 11 класса, думаю, идти в молодежное правительство и продолжать свою деятельность. Из родного города не уедешь? Я уеду, возможно, отучусь и приеду обратно. Ефим Огнев отличился в учебе. Юноша стал первым на областной олимпиаде по основам православной культуры. Приятная неожиданность. Олимпиада была посвящена тысячелетнему присутствию русских на Афоне. А также были посвящены вопросы коду литературы. Я являюсь учеником Воскресной школы Христо-Ждественского монастыря. Мы занимаемся подготовкой различных мероприятий, как городского уровня, как сельского уровня, так и между нами. Например, сейчас мы будем готовить праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Сегодня пойдем обсуждать. Изюминка торжественной части – концертные номера. В подарок всем собравшимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам